Запилю видосик на мою хондочку. Вот так вот она выглядит, модель CB-125E. Сзади установлен пластиковый багажник съемный, кофр такой вот марки. Вот такие вот у него амортизаторы, все до сих пор живое, байку 6 лет, пробег 60 тысяч, по 10 тысяч в год на нем наезжали. Я его купил полгода назад, 6 тысяч где-то проехал, он 6,5. Вот такой вот здесь мотор, пятиступка, коробка, мотор двухклапанный, во всяком случае я так думаю, честно говоря, не уверен, может и четырехклапанный. Вот такая вот здесь фара, вероятно, раньше стояла какая-то другая облицовка, но бывший хозяин, я так понимаю, разложился на нем немного. Резина спереди стоит нестандартная, она 3 дюйма шириной, а раньше была 2,75. Двух цилиндровый суппорт, один диск, по-моему, 230. Память не изменяет. Поворотники все родное, ручки не родные, перемычка и руль не родной, фара тоже не родная, приборка тоже не родная, но все стилизовано так, по минимуму колхоза, вон юсбишка выведена, вот, чтобы лампочка там на ней не горела, вот она отключается, вот тут. Такая вот наклейка на баке, чуть-чуть что-то отклеиваться стало, неправильно она дешевая, стоит полтора доллара. Зеркала, не знаю, возможно, родные. Переднее крыло не родное, от какого-то спорта, тоже не знаю, может, китайского даже, я его покупал сам, устанавливал. В общем, вот такая вот крышка клапанная, кто знает, скажите, двухклапанная или четырех, здоровая вроде головка. Стартер перебирал на нем, менял щетки. Такие вот колеса, все тут оригинал, глушитель. Сиденья перетягивали, я знаю, здесь. В общем, жрет литра три, может, два с половиной едет, ну, сотку едет при хорошей погоде, так сказать. Под сиденьем у него тут находится еще ящичек небольшой, но я не вижу смысла показывать, открывать его. Центральная подножка тут есть, ну, как за 60 тысяч подножки подостерлись. Вон царапины на баке от бывшего владельца достались мне, с небольшой вмятинкой. Эти кронштейны были ржавые, я их баллоном красил сам. Езжу на бензине, называется супер, типа 95-го. Заводится, прет, вообще нормально. Байк на каждый день удобный, больше не знаю даже, что о нем сказать можно. Очень качественный, реально надежный. Приборку надо показать еще, как приборка выглядит, как заводится, надо показать. Вот такая вот приборка, выглядит вообще супер. Показывает градусы, тут показывает тахометр рядом, тут скорость, сверху счетчик, тут какая передача, потом заряд батареи, сколько топлива. Самый главный мне радует градусник. Вот, в общем, сейчас нитралочку поставлю, нитралочка заведу. Как часики работает, за что люблю Хонду, просто как швейцарские часы работает. 60 тысяч километров, не миль, километров пробег, 60 тысяч. Спидометров, километров. На этой таблице, на этом приборке меньше, но оригинально разбитая была. Я этот байк купил за 650 баксов, ну с налогами, 800 он где-то у меня обошелся, налоги на год. Вот, Марчамо и Ритеви. Езжу на нем, можно сказать, каждый день, в любую погоду. Он может ехать даже по воде, по небольшой тут двигатель, вот так по воде может ехать спокойно. Ну, уже в сапог зальется, я думаю, а он едет. Речку вброд там. В общем, как эндурик, такие моторы ставятся на XR, Honda XR 125 и 150, там чуть побольше поставили запчасти. Вот, в отличие от Yamaha Yobara, Yobara, то есть, извиняюсь, здесь все толстый алюминий, толстенный. Вот это все тоже толстый алюминий, мотоцикл весит 136 килограмм. Тяжелый, мощный, бак тут литров 16 влазит. По паспорту 15, но там такая хитрая горловина, ее заливаешь полностью, она опускается, и так можно еще литра полтора влить. Колеса тут 18, оба взрослые. В общем, не могу уже больше ничего о нем рассказывать, сами все видите. Ставьте лайки, респект марке Honda. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова